Если ты поступаешь в соцгум, то всегда надо уметь разговаривать о бакалавриант, неправильное образование, гуманитарии летают в облаках. Может ли магистратура сломать жизнь современного студента? Легко. 62, по-моему, завершил своё обучение. Это не для слабаков. Ты сильный, ты справишься, а ответ «я умный, я даже не возьму». Калибровать эти ожидания, чтобы не было потом мучительно больно ломать свою жизнь. Я даже сейчас работаю в целом в околосоциологической сфере. Надо искать вариант слома жизни. Всем привет! На связи второй выпуск МАГ-подкаста от Самарского университета имени Королёва. И сегодня мы будем говорить про гуманитарные направления. Наверное, долгожданный выпуск для всех тех. Пафосно сейчас очень звучало. Долгожданный выпуск. Но я уверена, что вы чувствуете именно так. И мы сегодня будем говорить информацию для всех тех, кто обожает филологию, психологию, историю, социологию и многое-многое другое. Потому что у нас очаровательный гость. Наталья Юрьевна Самыкина. Наталья Юрьевна, я буду прям зачитывать все ваши регалии. Декан психологического факультета, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и развития. Ну и просто очень классный специалист. Всё правильно сказал. Спасибо, здравствуйте. Да, всё правильно. Пока так, всё верно. Пока так. Есть ещё перспективы развития, правильно? Конечно. Мы же и занимаемся развитием. Вся психология, все социально-гуманитарные дисциплины занимаются развитием человека, общества. Поэтому всё впереди. Большая миссия возложена на вас. Конечно. А кто, если не мы? Кто, если не мы? Но давайте поговорим сейчас сначала в целом про магистратуру. Мы сейчас обсуждаем целесообразность. Вообще, зачем нужна магистратура, и такая немного провокационная будет сейчас задачка для вас. Может ли магистратура сломать жизнь современного студента? Легко. Но в хорошую сторону. Потому что иногда мы понимаем, что для того, чтобы построить что-то новое, нужно будет сломать что-то старое. Если мы разложим это на какие-то конкретные факты. Вот, например. Жил человек, жил, учился 4 года на бакалавриате. Изучал, например, двигатели внутреннего сгорания. Или изучал, например, экономику, управление, изучал бизнес-информатику. А потом внезапно, ну, например, поступил на ИОД по психологии. Где-то что-то прочитал. Влюбился в девушку психолога. Или услышал какой-то, вот, например, наш подкаст. И понял, что всё, моя судьба – это психология. Моя судьба – это социология. Или, например, всю жизнь мечтал заниматься исключительно рекламой связи с общественностью. Или изучать власть и общество в современной истории. И всё. И жизнь меняется. Меняется кардинально. Потому что приходится, ну, чуть ли не с нуля, изучать то, куда ты в новую траекторию будешь входить. А вы любите таких студентов? Да. Я вообще люблю изменения. Я даже читаю сейчас маленький спойлер. Я даже читаю курс, который называется «Психология изменений». И мы там очень много как раз рассуждаем о том, что происходит, если человек долго не меняет ничего. И как, наконец, надо что-то менять. Вот как к этому готовиться. И мы обсуждаем, в том числе, какие риски есть. Как эффективно сломать жизнь, если мы будем говорить про ваше гуманитарное направление? Мы сейчас рассмотрим… Ну, давайте расширим всё-таки социально-гуманитарное. Да, социально-гуманитарное. У вас четыре, получается, больших факультета в рамках института. Факультет филологии и журналистики, исторический, социологический и психологический. Вот давайте немножечко пробежимся, наверное, по каждому факультету. Вообще это, конечно, огромное направление, самобытное. Хочется о каждом говорить много. Но вот сейчас самые важные факты. На что обратить внимание, если сейчас смотрит какой-то студент и принимает решение, а что же ему выбрать, какую из этих дорожек? Ну, прежде всего, нужно ответить себе на вопрос. Сейчас я буду как психолог. Что ты хочешь от жизни? В каком направлении ты хочешь сломать свою жизнь? Начнём со сложного. Начнём со сложного. Что ты хочешь от жизни? Да, какие экзистенциальные вопросы ты решаешь? Ну, ладно, это была шутка. Но на самом деле это вопрос такой, а зачем тебе магистратура? То есть, на самом деле, мотивов-то много, почему люди идут в магистратуру. Кто-то идёт за расширением кругозора и, например, говорит, нет, я люблю инженерное дело, инженерные инновации, но вот очень хочется расширить кругозор. Всю жизнь мечтал изучать, например, философию кибернетики. Или человек занимается программированием, но ему зачем-то очень хочется поизучать ещё и новые медиа. И тогда он идёт на ассоциологический факультет. Ну, или вот среди наших абитуриентов, достаточно возрастных и успешных, много людей, которые руководят, которые управляют другими людьми. И им нужно понимать, а как лучше управлять, как больше управлять, как не выкладываться на все 100% в плане того, чтобы не выгорать. И приходит иногда за расширением кругозора, за расширением своих профессиональных полномочий, за расширением, может быть, своих возможностей. Поэтому это вот первое. А второе, ну, если действительно хочется вот прям кардинально сменить профессию, и бывает же такое, что на бакалавриат родители сказали, только туда пойдёшь. А потом, когда уже чуть-чуть зарослеешь, понимаешь, чего хочешь, и оглядываешься вокруг, и видишь, как изменился рынок профессии, как изменился рынок возможностей, и понимаешь, что вот эта магистратура интересная, вот здесь интересная, вот этим бы хотелось заниматься. На мой взгляд, вот в этом консонансе между своими целями и то, что предлагает СОЦГУМ, и то, что предлагает университет, и надо искать вариант слома жизни. Мне нравится наш лейтмотив разговора. Конечно, конечно. Будем ломать, а потом строить. Да, строить, строить и ломать. У нас, как Сергей Павлович Королёв говорил, летать и строить. Но мы так трансформировали это на гуманитарии. Но мы тоже летаем. Конечно. Мы тоже очень воздушные. Мы тоже очень воздушные. Ну, кстати, тоже кажется, вот я знаю, что у многих людей, которые окончили, например, инженерные направления, технические направления, им кажется, что гуманитарии летают в облаках. Исследования показывают обратное. Да? Или приземлённое? А мы очень рациональные, мы очень критичные. И, например, среди людей, которые не попадаются на ловушки магического мышления, гуманитариев как раз больше, чем даже тех, кто окончил какие-то профессии, ну, вернее, направления, связанные с программированием и инженерным мышлением. Да, тут мы, кстати, сейчас говорим об аббревиатуру «Соцгум». И у нас здесь вот даже виден логотип, он такой солнечный, похож на круг, на круг солнца. И наверняка все студенты, которые обучаются на «Соцгуме», они прям очень творческие. Это действительно так. Вот существует такое поверье, что вот кто общается с ребятами «Соцгума», что это прям творчи. Не обижаю ни в коем случае творчей из других институтов. Ну, результаты статусны показывают разные, конечно. Но вообще, я думаю, да, потому что у нас и научно-техническое творчество, и такое художественное творчество — это часть обучения, часть развития, часть жизни. Ну и потом надо понимать, что творчество — это же вообще сейчас важный скилл, тот самый софт-скилл. Поэтому если ты не творишь и если ты не вытворяешь, ну, как можно тогда дальше двигаться в нашу направлению? Да, да. То есть я подвожу к тому, что как раз-таки, если мы говорим про тех, кто там задумывается о смене траектории и идут на «Соцгум», дальше на коммунитарные специальности в рамках магистратуры, мне кажется, это как раз-таки даёт вот эту дополнительную долю творчества, некого творчества, которое вы создаёте. Вот если посмотреть программы, и если посмотреть, кто их реализует, там таких чистых теоретиков нет. В основном, у большинства, да, у большинства есть выход в поля, как говорится. То есть большинство всё-таки знает, о чём говорит и знает, о чём учит. Это очень ценно. Это очень ценно, очень важно, потому что здесь... Ну, я не люблю слово «профессия», потому что сейчас всё-таки мы говорим про то, что это шире деятельность, но чуть шире говорим, что это деятельность. Но мне кажется, что вот это как раз передача из рук в руки с учётом современного контекста, а не по книгам прошлого века. Это очень важно сейчас. При всём уважении к книгам прошлого века. Читать классику важно, знать матчасть важно, но важно наблюдать, где ты находишься и понимать, что происходит. Особенно в этой динамике. Особенно в этой динамике. Особенно если ты хочешь, не хочешь, но управляешь этой динамикой, сопровождаешь динамику, потому что всё социально-гуманитарное знание – это то, что касается человека, в том числе в новых условиях. Если мы говорим про прикладной характер, прям конкретно. То есть если в рамках магистратуры человек обучается, предположим, на психологии, то он может практиковать в сессии. Есть такое? Ну, после окончания, да. После окончания? Конечно, по окончании и плюс всё равно, но вот наше обучение подразумевает, что нужно ещё какую-то дополнительную специализацию осваивать. Но я, насколько знаю, что, например, среди тех, кто обучается на программах социологического факультета или факультета филологии и журналистики, там очень много тех, кто действующие журналисты, те, кто действующие редакторы. Среди социологов очень много тех, кто занимается непосредственно опросами, исследованиями. Мы начали говорить о том, что у нас очень много не только теоретиков, но и практиков. С другой стороны, мы же понимаем, что магистратура — это исследовательский компонент. То есть мы учим из практики, извлекать, видеть какие-то гипотезы и понимать, а почему так. Не только потому, что у меня так получилось, но и понимать принцип, который мы можем потом превращать уже в какую-то науку в том числе. Если это наука, если это исследование, то наверняка должен быть наставник, научный руководитель. Научный руководитель. И это вообще тоже очень важный аспект обучения в магистратуре. Вот как, на ваш взгляд, найти своего научного руководителя? И когда это нужно делать? Это заблаговременно? До того, как ты поступила? То есть, условно, ты уже там задумываешься о том, что пойдёшь учиться в магистратуру, находишь человека, которому ты говоришь, я буду с вами, вы это мне никуда не денетесь. Есть, конечно, такие фанаты, которые идут на людей, которые идут на руководителей магистрской программы, которые идут на профессорско-преподавательский состав. Есть те, которые вообще не понимают, куда попали. Но в любом случае, да это как везде. Надо смотреть, ориентироваться, читать, наблюдать, разговаривать. И ни в коем случае не кидать жеребий. А вот если к нам пришёл студент абсолютно из другого университета, может быть, из другого города, как ему найти научного руководителя? Вы предлагаете какие-то варианты? Или он сам изучает, не знаю, на сайте регалии? На каждой программе же есть свои какие-то уже излюбленные способы. Кто-то с первого курса прикрепляет в виде научно-исследовательской работы, кто-то даёт максимально осмотреться. Поэтому лучше разговаривать с руководителем магистрской программы или во время вступительных испытаний. Когда мы проводим вступительные испытания, я всё время нашим абитуриентам, тем, кто поступает, говорю, вы тоже нам задавайте вопрос. Это же как собеседование на вакансию. Мало ли, вдруг вы не туда. Да, да, да. Вот опять-таки за себя буду говорить. У нас бывало такое, что люди приходили и очень хотели заниматься психиатрией. И нам приходилось говорить, не, ребят, это не к нам. Это точно не к нам. Я знаю, что, например, на другие направления подготовки тоже люди приходили немножко не с теми ожиданиями. Очень важно скалибровать эти ожидания, чтобы не было потом мучительно больно ломать свою жизнь. Вернёмся к нашей любимой теме. Да, да, да. Лучше делать это правильно. Да, конечно. А если мы будем говорить вообще про образовательные программы, у меня вот есть несколько названий, и звучат они действительно очень интересно. Допустим, цифровая педагогика и киберпсихология. Или межгосударственные отношения в мировой истории, социально-политические структуры. Ну, в общем, их достаточно много. Насколько они актуальны, как часто они обновляются, и насколько они соответствуют тем реалиям, в которых мы живём. То есть это современные образовательные программы, да? Конечно, это современные образовательные программы. Более того, все руководители магистрских программ, завкафедры, руководители факультетов регулярно проводят вот такую ревизию. Ну вот, в частности, в среднем весной утверждаются новые учебные планы, идут обновления названий, может быть, каких-то замены курсов. И поэтому, конечно, обновление есть, как конструктор какой-то. И, например, вспоминая там те же самые ИОТы, индивидуальная образовательная траектория, каждый год же у нас меняется. И, допустим, за последние два года, ну вот я смотрела перечень, он тоже меняется, с учётом того, что было востребовано, что менее востребовано, с учётом того, какие темы, какие тренды появляются. Поэтому магистратура, она более в этом смысле динамичная, более гибкая. И, конечно, когда люди идут уже со своими запросами определенными, своими ожиданиями, своим бэкграундом в магистратуру, к счастью, возрастного ценза-то у нас нет. А до скольки лет к вам приходит учиться? Ну вот у меня самый взрослый человек, который учился в магистратуре за все наши 12 лет, пока мы реализуем магистрскую программу, 62 года, например, у нас был человек. Неплохо. Да, 62, по-моему, он завершил своё обучение. Человек с послужным списком в юриспруденции, завершил своё обучение. Но я не знаю уж, пошёл он дальше по каким-то, да, учиться, или пошёл он дальше по каким-то психологическим стопам. Но явно для него это было интересно, полезно. И, как у нас шутят, пока ты учишься, ты, мол, душой. Ну и телом, кстати, тоже. Мозгом особенно, мозгом. Движение — это жизнь, да? И движение, да. Немного философии. А почему не много? У нас две магистрские программы по философии. А вы скажите нам о них? Что там делают? Да, на психологическом факультете. Ну как, изучают философию. Там, например, да, философская антропология, это, я так понимаю, в основном про человека, и философия кибернетики. Что это такое? Философия кибернетики? Ну, конечно, об этом лучше Александру Юрьевичу спрашивать. Но я думаю, что, и насколько я знаю, это как раз про то, как соединяется инженерное и гуманитарное знание. То, что сейчас, наверное, актуально. То, что сейчас интересно, и я знаю, что туда с удовольствием идут ребята, которые мечтали покорять космос. И космос, это же в таком широком смысле. Космос для жизни. Космос для жизни, да. Это как раз вот философия кибернетики. Как творить, как делать науку, как делать науку из инженерных каких-то решений. Это туда. А вот вы говорите, что после магистратуры можно не только с точки зрения прикладных каких-то навыков рассматривать свое развитие, но и непосредственно научно-исследовательская работа, да, приветствуется. Если среди тех студентов, которые обучаются на магистратуре, появляются желающие продолжить науку? В аспирантуру. Аспирантуру. Да, они идут в аспирантуру, особенно если у них нет специалитета. Потому что сейчас же у нас такая вилка, что есть те, кто в магистратуру со специалитетом, еще в стародавние времена, ну или сейчас с актуальным специалитетом, например, каким-то. Они могут поступать сразу в аспирантуру. Но вот, например, те, кто меняет траекторию, и есть примеры, когда люди после политеха, есть люди, которые после нашего внутреннего биохмата, например, поступали к нам в магистратуру для того, чтобы потом пойти в аспирантуру и заниматься уже там наукой. А сложно ли совмещать, если в магистратуре нужно заниматься и наукой, а еще хочется прикладные навыки, то есть и поработать там уже, скорее всего, работа, может быть, даже на полную ставку. Зачастую, наверное, студенты практикуют в рамках магистратуры. У них у многих еще и семьи есть. И семьи, и пары, и все остальное. Это реально? Ну, реально. Практика показывает, что реально. Конечно, не все доходят до финиша, но это обычная тема. Ну, вообще, в целом, профессорский преподавательский состав не против. Он понимает, что магистратура... Как мы можем быть против жизни? Как мы можем быть против жизни? Это супер, на самом деле. Если это поддерживают, мне кажется, это очень важно для студента. Потому что бакалавриат, это еще... Вот ты вроде бы только школу закончил, и ты еще пока такой в процессе обучения. Ну, конечно, учебный процесс это святое с нашей точки зрения. Но мы понимаем, что все люди живые. И когда есть необходимость, допустим, находятся какие-то варианты переноса в онлайн или, например, через какие-то задания. Ну, то есть я считаю, что если ты поступаешь в соцгум, то всегда надо уметь разговаривать. Это твоя главная компетенция. И разговаривать, договариваться, самое главное, понимать о чем. А если не умеешь, то научите. Да, если не умеешь, то научишь, не научишь, не хочешь, заставим. Все мы помним девиз известный. Друга в беде никогда не оставим. Но я считаю, знаете, вот что? Сейчас же это модно тоже. Расставляй приоритеты, расставляй приоритеты. Я иногда смотрю на людей и думаю, вот не надо впрягаться во все. Ну, правда. Это же не только вопрос, что для тебя важно, что для тебя ценно, но это вопрос распределения верного, распределения ресурсов. Потому что, ну, бывает так, что реально не хватает, нужно рассчитывать свои силы. И получается, что ты и там, и там не получаешь. Может быть, действительно стоит... Сфокусироваться. Сфокусироваться. Осознанно выбрать. Ко мне подходят сейчас иногда наши выпускники бакалавриата, четвертый курс, они говорят, а можно поступать не в этом году, а в следующем. Вы нас возьмете? Я говорю, ну, а в чем проблема? Мы хотим отдохнуть. Мы хотим вот этот вот гапьер. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, что в любую магистратуру нужно идти не столько... Как и в эспарантуру, кстати. Нужно идти не столько с точки зрения того, что это же надо закончить. Особенно, когда родители стучат в темечку и говорят, что бакалавриант неправильное образование или там неполное образование. Все полное, все нормальное образование. Их также берут на работу. Но магистратуру надо идти уже тогда, когда ты понимаешь, что действительно есть потребности, что ты можешь совмещать, не распыляясь. И понимаешь, зачем. Да, и понимаешь, зачем. Вообще, как я говорю, если ты человек с высшим образованием, с бакалаврским, то, наверное, ты точно умеешь читать. Как минимум. Как минимум. Потому что бакалавры не все умеют читать. Это правда. Я имею в виду читать по сути. Я надеюсь, что все-таки те, кто получил высшее образование, пусть даже бакалаврское, как будто бы неполное, умеют читать. Что такое? Возьми, прочитай описание программы. Возьми, прочитай, что там изучают. Да, там есть страшные слова. Выпиши их себе, составь себе словарик, если ты не понимаешь, что за слово такое, та же самая философия кибернетики. Или если ты не понимаешь, что такое, например, когнитивная психология. Если ты не понимаешь еще какие-то слова. Возьми, почитай, с этого начинается освоение. Если ты не освоишь этот язык, как ты будешь обучаться? Поэтому мне кажется, что абитуриент соцгума должен отличаться именно осознанностью выбора и, во-вторых, обоснованностью выбора. Для себя, в первую очередь. Не для тех, куда он там пришел. Для себя, в первую очередь. Иначе зачем тогда это делать? Да. Да, более того, у нас же действительно, как я уже говорила, очень много прикладных моментов. Поэтому надо понимать, куда я это буду прикладывать, что я буду с этим делать и действительно ли это нужно. Ребята, в общем, все нормально в магистратуре социально-гуманитарного института. Вы видите, Наталья Юрьевна все разложила по полочкам. Семья – да, работа – да, научное исследование – да, осознанность, фокус внимания на себя. Все, что нужно современному человеку, здесь есть. Это абсолютно так. Все, вот, пожалуйста, мы подтвердили. И космос тоже. И космос для жизни. И космос для жизни. Мы помним. Наталья Юрьевна, мы сейчас поговорили с вами про важность внимания к себе, к своим желаниям. Кстати, модное слово – осознанность. Вообще, как к нему относитесь? Смотря кто, что под этим понимает. Везде просто. Оно везде, да. Но опять-таки вопрос в том, что те блогеры, которые говорят, надо быть осознанным, надо быть осознанным, если их вот так вот остановить, спросить определение осознанности, я не знаю, что они расскажут. Кстати, интересно. Надо такой интерактив провести. Я, чтобы под этим понимаю, я как раз под этим понимаю именно сознательное, ответственное выбор и понимание того, где я нахожусь. Я считаю, что есть сейчас две главные компетенции вот такого современного человека. Это уметь ориентироваться, вообще вот так вот смотреть по сторонам 360 градусов и принимать решение о том, включаться в это или не включаться. Потому что, если мы включаемся во всё, как говорят, бери от жизни всё, везде успеваю, будь мультизадачным, иногда надо прямо остановиться и подумать, мне это зачем? Ну, зачем я буду в это включаться? Это, конечно, очень красиво, очень трендово, но зачем? В этой связи есть классная фраза «Ты сильный, ты справишься», а ответ «Я умный, я даже не возьмусь». Поэтому вот осознанность, она, наверное, в этом. Вам наподумать, друзья, наподумать важные вещи. Конечно. Не только про направление. Остановиться, осмотреться и понять, включаться или нет. Вот вопрос во благо осознанности наших зрителей, кто думает про магистратуру Самарского университета и особенно для тех, кто смотрит нас из других регионов, потому что таких студентов тоже достаточно много. Да, много, конечно. Да, вот на ваш взгляд, в преддверии лета топ-3 места в Самаре для студента магистратуры. Откуда мы отправляемся? От Самарского университета и Микролёва, Московское шоссе 34. Ну, хорошо, тогда будем пиарить в университет дальше, Ботанический сад. Привет, биологи. Да, супер. Всё сходится. Потом можно пешочком пройти через нашу любимую ракету и пройти до Ладьи. По Московскому шоссе. Паршрут, кстати, ложится. Да, прекрасно. Конечно. Конечно. Я фанатка Самары, поэтому, наверное, я осталась здесь, несмотря ни на что. Ну и идём по набережной, идём, 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 идём. Можно подняться наверх по Ленинградской, увидеть все красоты. Кто любит Буратино, вперёд к Буратино. Кто любит Швейка, вперёд к Швейку. Ну а кто? Ленин, тот. К тому к Ленину. Каждому найдётся. Каждому найдётся. Все дороги, все судьи. Ну вот по этому маршруту я и предлагаю идти нашим студентам по маршруту осознанности, по маршруту прекрасного города Самара и, конечно же, прямиком в магистратуру социально-гуманитарного института. Там есть что выбрать. У нас есть что выбрать. И, как я всегда говорю, ведь что такое соцгум? Это те, кто открывает космос в самом человеке. Это так красиво, что дальше вообще ничего не надо говорить. Просто оставайтесь с нами, чтобы узнать ещё много секретов про магистратуру Самарского университета имени Королёва. Наталья Юрьевна, спасибо. Спасибо, Инна. Друзья, это МАГ-подкаст Самарского университета имени Королёва. Мы говорим про обучение в магистратуре и стараемся рассматривать этот вопрос с разных сторон. Здорово поговорить с представителями университета, которые занимаются педагогической деятельностью, но мне кажется, очень интересно пообщаться с человеком, который находится внутри этого процесса с целевой аудиторией, то есть со студентом. И поэтому сейчас я очень рада видеть здесь, рядом со мной, студента второго курса магистратуры, Семен Дейкина, Лиза. Лиза, привет. Привет. Как настроение? Отличное. Ты сейчас в процессе обучения или у тебя выходной день? У меня сегодня выходной день, да, я сейчас пишу диплом, выпускаюсь из магистратуры, поэтому у меня такой научный поиск сейчас происходит. Ну, кажется, что научный поиск это что-то такое сложное, нужно сидеть, заперти, что-то там думать, но ты выглядишь прекрасно, расслабленно. В чём секрет? Ну, это не про социологию, потому что не то, чтобы здесь учатся несерьёзные люди, скорее моя работа и задача как раз в том, чтобы смотреть по сторонам, побольше поанализировать, познакомиться с людьми, поэтому я, собственно, работаю, можно так сказать, сейчас прямо по своей профессии. Вот в данную секунду ты анализируешь, ну что ты можешь сказать про наш подкаст? Я думаю, этот подкаст посмотрит очень много студентов, которые потом поступят обязательно на социально-инвентарный институт. Ну, надеюсь, что на соцфак, но даже если не на соцфак, будем рады видеть их на всех факультетах соцгума, потому что соцгум — это огромная семья. Кто тебя научил так красиво стелить информацию? Социологический факультет, тот самый, тот самый родной, где ты учишься общаться с людьми и, наверное, понимать, как говорить, что говорить и с кем вообще ты разговариваешь. Ты уже представила себе, что ты являешься студенткой направления социально-гуманитарного института, соцфак, правильно? Я понимаю, это социологический факультет. Но расскажи вообще, что за программу ты для себя выбрала и как ты сделала этот выбор? Это был сложный выбор. У нас на соцфаке очень много программ, и я училась на бакалавриате, и весь четвёртый курс был посвящён тому, чтобы вообще выбрать, пойду я на соцгум, пойду я на соцфак, или мне стоит сменить вуз, сменить направление и так далее. Я выбрала социологический анализ в маркетинге, в социальной сфере, потому что мне показалось разумным продолжить то обучение, которое я уже начала, и я не пожалела об этом, потому что углубилась ещё больше в социологию, углубилась более в прикладные навыки и знания, и выбор мой пал на самую сильную, на мой взгляд, программу соцфака. Её ведёт профессор, мой научный руководитель Анна Семёна Готлеб, с которым мы пишем научную работу, и я вообще в полном социологическом экстазе. У нас такой потрясающий гость, он просто идеально входит во все стандарты правильных гостей. Всех похвалила, всё продала почти. Чек-лист. Мы уже все готовы поступить на соцфак и пойти к тому научному руководителю. Нет, ну а если серьёзно, это очень круто, что тебе удалось грамотно выстроить свою образовательную траекторию. То есть ты прям чётко, уверена в своём правильном выборе. Да, абсолютно точно. Я даже сейчас работаю в целом в околосоциологической сфере. Я сейчас занимаюсь социальными сетями в Додо Пицце Самара, но социология, она мне очень сильно пригождается. То есть можно сказать, что я в каком-то смысле журналист, но что тоже очень близко соцгуму. Поэтому я работаю по специальности. Я прям, правда, идеально подошла вам по всем параметрам. Главное, что ты идеально подходишь себе, что ты очень честна сама с собой. Нет, ну это правда здорово. Ты работаешь в Додо Пицце, и я правильно поняла, что вот ты говоришь, связанная с социальными сетями. Ты СММ, специалист? Ну да, я сейчас старший специалист отдела коммуникации. В целом, моя прямая обязанность вести соцсети Додо Пиццы, ну и там заниматься какими-то проектами, которые есть в Додо Пицце. Я не только в Самаре веду, там около 40 городов по всей России. Ух ты! Ты одна? Да, да, да. Поэтому такой, получается, обширный опыт сразу после вуза я побежала работать и вот применяю свои науки. И как ты успеваешь это совмещать, если ты пока еще обучаешься, причем очное отделение, правильно я понимаю? Да, да, да. Как удается совмещать? Тяжело. Со скрипом это не для слабаков путь, абсолютно точно. Иногда хочется сдаться, иногда хочется бросить и задаешь себе вопрос, для чего ты это делаешь. не всегда находишь ответа для чего. Удается, потому что преподаватели не могу сказать, что относятся к тебе так, как на бакалавриате, то есть все-таки делают какие-то поблажки, понимают, что общаются со взрослыми людьми, у которых есть какая-то взрослая жизнь и нет такого, что тотальный контроль за посещением и так далее. В целом, я могу быть более гибкой и они могут быть более гибкими. Вот у нас такой симбиоз успеха получился. Формула, твоя секретная формула. Давай поговорим о твоих одногруппниках. Я немножечко сплетен, но в хорошем контексте. Наверняка у тебя есть среди твоих одногруппников ребята, которые, может быть, пришли из других вузов, может быть, они пришли из других направлений. Есть ли вообще такие, насколько это распространённая практика? У меня на магистратуре есть ребята, которые пришли из других вузов, но тоже с социологией. Они пришли из самарских вузов, но пришли именно сюда, потому что здесь хороший профессорско-предподавательский состав. Насколько я знаю, они основатели социологии в Самаре, поэтому все учатся по их учебникам и, конечно, хотят прикоснуться немного к ним, и пока они ещё с нами, застать вот эту советскую школу социологии. Мои одногруппники, в основном все остальные, это мои одногруппники из бакалавриата. То есть мы плавно перешли до дружным строем, и на самом деле почти все, кто вообще остался из бакалавриата в магистратуре, это именно мои одногруппники, потому что все остальные как-то приняли решение, что им это не нужно, и ушли. А если вот они уже захотели остаться здесь, то они пошли вместе со мной на одну программу. Давай, знаешь, вернёмся к тому вопросу о том, как происходит процесс обучения. Ты сказала, что сейчас ты пишешь диплом, и поэтому у тебя выходной. Вот вообще два года магистратуры, что они из себя представляют? Что вы делаете? Там первый семестр, второй семестр? Как строится процесс обучения? Процесс обучения строится абсолютно простым образом. После работы ты приходишь, ну, иногда удается перенести это в онлайн. Конечно, это удобнее, приезжаешь после работы и учишься там до десяти где-нибудь ночи. То есть пары вечерние в основном? Вечерние все абсолютно пары, да. Ничего у меня не было днём, ну, либо там суббота. То есть всё после работы, но график загруженный, очень загруженный. Порой бывало так, что мы учились каждый-каждый день, конечно, когда я смотрю на тех самых одногруппников, которые не пошли в магистратуру, завидуем, невероятно. Но два года — это не так много. И учитывая, что сейчас ты пишешь диплом, получается, только полтора года ты страдаешь, а потом полгода у тебя... Ещё страдаешь. Ещё страдаешь ещё больше. Нет, но если по факту, по графику получается, как будто бы немного проще, нет? Да, полтора года было напряжённой учёбы, правда. Сейчас у меня просто академический, вот, ну, это не отпуск, ничто, то есть, ну, время на академическую мою работу, где я всецело отдана своему научному руководителю и своему социологическому исследованию. Твой диплом в магистратуре, он носит прикладной характер? Он связан с твоей работой? Или это чисто научное исследование? Нет, он с моей работой никак не связан. Это абсолютно научное исследование в тематику современности, в тематику современной России. Я пишу о школьниках, о том, как меняется современный процесс образования. Это моя личная инициатива. Не связывать с работой, потому что на работе мы работаем, дома отдыхаем или пишем диплом, но не о работе. Всё разграничено. Да. Какие у тебя планы на дальнейшее будущее? Вот ты заканчиваешь магистратуру в этом году. Что будет дальше? Больше никогда не пойду учиться. Может быть, так ты скажешь? Нет, учиться я пойду. В аспирантуру? В аспирантуру, возможно, не пойду. Я абсолютно точно буду продолжать учиться. Скорее, это будет что-то смежное с социологией. Не обязательно это будет именно там Самарский университет или другой любой вуз. Я вижу своё будущее в аналитике, которое тесно связано с социологией. И скорее буду просто курсами добирать те самые прикладные науки, которые мне ещё необходимы для дальнейшей работы. Поэтому мой план — это работать, работать и пользоваться теми шестью годами, которые мне дал Самарский университет. Прекрасно. Фундамент ты почти достроил. У тебя осталось. Кирпичик остался. Да, кирпичик. Мы все желаем тебе удачи. Будем держать для тебя кулачки. Но раз у тебя такой богатый опыт в целом в студенческой жизни и обучении, и трудовой карьеры, ты точно можешь раздавать советы. То есть у тебя прям есть право на это. Я вот так решила сейчас. И тебе его предоставляю. Давай вместе с тобой составим чек-лист, что просто обязан сделать каждый магистр за два года обучения в магистратуре. Вот если сейчас просто будут фантазировать, бакалавриат, мне кажется, очень важно успеть наиграться в студ весну, поездить на всякие там форумы, КВН и всё такое, потому что это уникальное время, которое быстро заканчивается. Ну вот эта студенческая пора. Магистр — это как будто бы уже следующий уровень, это следующая ступенька. Вот что точно должен сделать магистр Самарского университета имени Королёва? Поучаствуйте в студенческой весне, помогите родному вузу выиграть областную студенческую весну. Познакомьтесь со всеми преподавателями социологического факультета, они таят в себе очень много нового, интересного для вас. Выберите себе хорошего научного руководителя, с которым у вас будет мэч. Советую всем магистрам посетить Потапку. Так. Это корпус факультета филологии и журналистики, любимый, родной. Он просто веет какой-то студенческой атмосферой. Вот. И, конечно же, написать свой суперуспешный диплом. Желаю каждому магистру, чтобы вообще всё состоялось. Чтобы всё было не зря. Чтобы всё было не зря, да. Хорошая получилась формула. Мне кажется, она формулы, знаешь, такого идеального студента магистратуры Самарского университета Микоролёва. Надеюсь. Мы как задали тон с самого начала в нашем разговоре, что у нас идеальный представитель этого сообщества студентов-магистрантов, поэтому всё так оно и есть. Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Мы надеемся, что тебе действительно удастся защититься, что тебе действительно удастся прикоснуться ко всему тому, что ты хочешь сделать, потому что видно, что у тебя есть чёткая цель, и это дорогого стоит. Спасибо большое. Будем выпускаться все вместе скоро. Спасибо большое. Мы пообщались со студентом второго курса магистратуры Самарского университета имени Королёва, и мы только продолжаем раскрывать магистратуру с разных сторон, общением с разными гостями. Главное, оставайтесь с нами на связи. Мы будем стараться для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok